Интегральное воспитание Интегральное воспитание раскрывает человека. Но каждый, когда начинает себя исправлять, раскрывает себя, и никто не может в это вмешаться. И только человек сам по себе, когда раскрывает себя, различные свои мысли, намерения, желания, он начинает с этим работать. Только он. А Творец раскрывается ему в мире его работы, и он начинает чувствовать себя, и Творца, когда приходит к слиянию, что это действительно его путь. И никто здесь не может в это вмешаться, даже помогающая, поддержка, даже если весь мир на его стороне, это не важно. Он остается один на один с Творцом. Просто. И поэтому в духовном развитии нет насилия, нет давления, нет принуждения в духовном. Нет каких-то форм, что человек должен делать вот так или иначе. А все приходит свыше. Творец является примером. В хасидизме учатся у Рэбе. В обычных вещах учатся у какого-то мудреца. А в духовной работе учатся у Творца. Это называется работа на Творца. Творец дает пример, и ты пытаешься быть таким, как он. Просишь, чтобы тебе дали пример, силу, просишь слияние и так далее. Все по отношению к нему. Вот так вот. С глазу на глаз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»